Более 20 тысяч детей в Украине страдают ДЦП. Многие из них воспитанники интернатов, которые финансируют государство. Однако денег зачастую хватает только на зарплату персонала и часть медикаментов. А вот дорогостоящие операции детям помогают проводить благотворители с уникальным домом-интернатом в Днепре. Уже более 10 лет сотрудничают в благотворительном фонде возрождения. Подробности в нашем материале. 16-летняя Маша воспитанница Днепровского детского дома-интерната. Практически с детства из-за церебрального паралича она не могла ходить. Однако после серии сложных операций длительной реабилитации стала на ноги. Хочу сказать огромную благодарность от себя. После того, как мы сделали операцию, я стала ходить. Это очень классно, это непередаваемое чувство, когда ты можешь ходить. Ты можешь везде сама пойти. Что тебе надо, ты сама сделаешь. Но это очень круто. И я рада, что я могу сейчас ходить сама. Так как раньше я сидела на коляске. Еще один воспитанник Днепровского интерната, 16-летний Вася, только начал серию сложных операций. Из-за ДЦП он тоже не ходил. В столице ему провели очередную операцию на ногах. Сейчас он не встает из коляски, ведь ступни до сих пор в швах. Было очень тяжело. Сейчас я пробую вставать на ноги. Пробую помаленько вставать на ноги. И хочу очень, что нога подлечилась, хочу вставать на ноги полностью. Хочу бегать, гонять. Он только начинает сложный и долгий процесс реабилитации. У Васи ДЦП, артрогриппоз нижних конечностей, нарушены функции ходьбы. И после операции, конечно, у Васи предстоит очень тяжелая реабилитация. Организует все это благотворительный фонд возрождения Владимира Михайловича Мунтиана. Поэтому я ему очень благодарна за участие в судьбе наших детей. Только эта одна операция Васи стоила более 3000 долларов. А их нужно будет провести еще несколько, говорит директор дома-интерната. Таких детей в Украине более 20 тысяч. Без операции «Перспектива» детей-сирот с ДЦП из интернатов «Дом престарелых». С фондом возрождения Владимира Мунтиана в этом детском доме сотрудничают уже более 10 лет. Ежегодно там оплачивают операции и реабилитацию десяткам таких детей. Очень многим детям реально можно сделать операцию, и вся их жизнь изменится. У них появится возможность жить полноценно, как все остальные люди. Строить семью, отучиться, устроиться на работу и жить как все. Ежегодно около 15-ти, бывает 20-ти, 30-ти детей мы делаем эти операции. Бывает чуть больше, бывает чуть меньше. Они заново учатся ходить, заново учатся вообще, вернее даже не заново, они учатся с нуля. Они никогда не ходили, никогда не делали каких-то вещей. Они учатся. Плюс это и болезненно, это непросто. Бывает реабилитация занимает полгода, бывает год. Кроме этого, таким интернатам фонд помогает питанием и медикаментами, а детей регулярно возят на отдых. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер.